Привет, друзья! Рад видеть вас на канале MyGadget. Сегодня мы будем говорить о лучших электронных книгах. В отличие от смартфонов и планшетов, они адаптированы исключительно для чтения, так как работают они быстрее, у них есть режим упрощающий чтение и создание заметок, а также используются специальные матрицы, благодаря которым глаза не так сильно устают от длительного чтения. При составлении этого рейтинга мы учитывали технические характеристики, цену, среднюю оценку пользователей Яндекс.Маркета и количество покупателей конкретной модели. Цены на читалку могут варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от функциональности и бренда. Ну а перед тем, как начать это видео, большая просьба подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, ну а также переходите на наш сайт mygadget.ru, там вы сможете найти еще больше рейтингов и обзоров, а также задать любые интересующие вас вопросы нашим экспертам. Ссылка будет либо в правом углу, либо в описании к этому видео. Сперва остановимся на критериях выбора. Во-первых, это дисплей. У экрана электронной книги такие основные параметры. Это размер, разрешение и используемый тип электронной бумаги. Следующий критерий это память. В первую очередь это объем встроенной памяти. Чем он больше, тем больше можно загрузить книг. В некоторых книгах ее можно расширить с помощью карт памяти. Следующий критерий – автономность. Это количество времени, которое читалка может проработать на одном заряде аккумулятора. Далее – производительность. В электронных книгах есть также и оперативная память и процессор, но это не такие важные характеристики. В основном они влияют на плавность анимации, скорость открытия книг и встроенных приложений. Габариты. От размера и веса читалки зависит, насколько удобно ей пользоваться, держа ее в руке. Также мы учитывали особенности, которые выделяют конкретный аппарат на фоне других и среднюю стоимость. Но если вы хотите узнать подробнее о том, как выбрать электронную книгу, переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана. Там вы сможете найти наше прошлое видео, в котором мы об этом рассказывали. В целом, все электронные книги в рейтинге имеют разрешение от 800 на 600, и они полностью безопасны для глаз даже при длительном чтении. У всех есть встроенная память минимум на 4 гигабета, чего должно хватить для загрузки нескольких сотен книг. И все читалки в обзоре имеют дисплей размером 6 дюймов и компактные габариты, благодаря чему их можно переносить даже в кармане. Но вот что говорит о выборе электронной книги основатель сервисного центра Шури Андрей Беляев. Главное, что нужно понимать про электронные книжки, не нужно пытаться на ее базе устраивать центр развлечений. Для поиграть и посерфить лучше купить планшет, пусть даже самый дешевый. А попытки добавить к электронной книжке лишние свистелки убивают саму идею. В первую очередь это касается экрана. Классические экраны книг на электронных чернилах не утомляют глаз, именно потому что они светятся и не мерцают. Не нужна вам подсветка для книги, она должна работать в отраженном свете. К тому же активные экраны будут кушать энергию и сажать гаджет за несколько дней. А на электронных чернилах он будет спокойно работать месяц. Исключение сделаем для модуля Wi-Fi. Это все-таки полезная опция, иначе пополнять библиотеку будет не особо удобно. В общем, выбирайте классику, не смешивайте функции девайсов и книга будет вас радовать. Дигма E63s – это самая бюджетная модель в нашем обзоре. По данным Яндекс.Маркет, цена на нее варьируется в пределах 4-5 тысяч рублей. Она обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортного чтения книг без ярких иллюстраций. Дисплей с чернилами Yang Perl и разрешением 800х600, а также плотностью пикселей 167 ppi. Это достаточно компактный размер для дисплея. Его удобно держать в руке, однако работать с мелким текстом уже не так удобно. Дисплей не сенсорный, поэтому управлять приходится с помощью кнопок. На нем поддерживается 16 вариаций градации серого. Ну и, как понимаете, цветного режима здесь нет. У этой читалки встроенная память на 4 гигабайта. По заявлению производителя этого должно хватить на 5 тысяч книг. Если вам будет недостаточно встроенного объема, то его можно расширить за счет карт памяти microSD до 32 гигабайт. Читалка оснащена аккумулятором емкостью на 1500 мАч. Этого должно хватить на 14 часов чтения от одной зарядки. Что по производительности? Она оснащена процессором ROGCHIP RK2818 на 600 МГц. Его хватает для плавного переключения между элементами интерфейса и страницами книг. Из особенностей здесь отсутствует модуль Wi-Fi и Bluetooth. Новые книги можно закачивать только через USB или карты памяти. Управление происходит только через кнопки. Покетбук 614+, это относительно недорогая электронная книга за 6-7 тысяч рублей, по данным Яндекс.Маркет. Она отличается большим количеством поддерживаемых форматов и временем автономной работы. Разрешение дисплея у нее 800 на 600 и плотность пикселей 167 ppi. Используются электронные чернила типа E-Ing Pearl, благодаря небольшому размеру книгу удобно носить с собой и держать в руке. Управление производится с помощью кнопок. Экран черно-белый с поддержкой 16 вариаций градации серого. У этой читалки 8 гигабайт встроенной памяти, чего хватит примерно на 10 тысяч книг. Также поддерживаются карты памяти формата microSD. Новые книги можно закачивать только через USB или карты памяти. Емкость аккумулятора у нее 1300 мАч. Производитель обещает до одного месяца автономной работы. Тактовая частота встроенного процессора здесь 1000 МГц. Размер оперативной памяти 256 МБ, этого хватает для плавной анимации и перелистывания страниц, а также для работы со встроенными приложениями. Из особенностей имеется расширенная поддержка форматов. Есть встроенные приложения, в том числе предустановленные словарь и знаменитая игра Змейка. Покетбук 627 отличается от предыдущей модели наличием дополнительных возможностей функционала, улучшенным экраном и строгим дизайном. В среднем на маркете за эту модель просят от 9 до 11 тысяч рублей. У нее сенсорный дисплей с разрешением 1024х758 и плотностью пикселей 212 ppi. Используются чернила Yeng Pearl HD, которые полностью безопасны для зрения. Есть антибликовое покрытие и подсветка, благодаря чему книгой удобно пользоваться при разных уровнях освещенности. Экран черно-белый с поддержкой 16 градаций серого. По умолчанию в ней встроено 8 гигабайт памяти, но представленный объем можно расширить за счет карт microSD. Того, что есть по умолчанию, должно хватить на несколько тысяч книг, в том числе и с разными иллюстрациями. Однако часть памяти по умолчанию занята операционной системой и встроенными приложениями. Емкость аккумулятора у Покетбук 627 – 1500 мАч. По заявлению производителя, этого должно хватить на прочтение 8000 страниц или где-то месяц работы. Частота процессора – 1000 МГц, а размер оперативной памяти – 512 МБ. Это вполне неплохие показатели для электронной книги. Этого хватает для плавной анимации и перелистывания страниц, а также для работы со встроенными приложениями. Из особенностей есть встроенный модуль Wi-Fi, благодаря чему книги можно закачивать через интернет прямо на устройстве, используя любой сайт, где предлагается возможность загрузки книг. Можно переносить данные со своего диска Dropbox и в дополнение к сенсорному экрану идут физические кнопки управления. Onyxbox Livingstone – это электронная книга по своему функционалу больше напоминает планшет с полноценной операционной системой, удобным сенсорным управлением и относится она к среднебюджетному сегменту. Цена на Яндекс.Маркете варьируется в пределах 13-14 тысяч рублей. Дисплей здесь с улучшенным разрешением и повышенной плотностью пикселей 1448 на 1072 и 300 ppi соответственно. Управление сенсорное с технологией Multi-Touch. Поддерживается автоповорот экрана, есть подсветка и здесь используются чернила E-Inkarta Plus. В ней встроено 8 гигабайт. При необходимости можно расширить с помощью карт памяти формата microSD и microSDHC. Примерно 1-2 гигабайта встроенной памяти будет занимать операционная система Android и встроенные приложения, ну а оставшиеся 6 гигабайт доступны для пользователя. Емкость аккумулятора у Onyxbox Livingstone 3000 мАч. Этого хватит на несколько недель работы без подзарядки. Тактовая частота процессора 1200 МГц, ну а размер оперативной памяти 1 гигабайт. Этого хватает для нормальной работы операционной системы Android и встроенных приложений. Что по поводу особенностей. Эта электронная книга работает на операционной системе Android, адаптированном под электронные книги. В ней есть встроенный Play Market, где можно купить новые книги и установить дополнительные приложения. Также поддерживается Wi-Fi и Bluetooth, и она идет в комплекте с чехлом, на котором есть кнопки управления. Onyxbox Pocket 2 Color – это самая дорогая электронная книга в нашем обзоре. Цена на нее составляет в среднем около 20 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. Однако она подойдет для чтения любой литературы, даже той, где есть сложные иллюстрации и схемы. Дисплей у нее цветной, с разрешением 1448 на 1072 точки и плотностью пикселей 300 ppi. Он сенсорный и с поддержкой мульти-тач. Также он оснащен функциями автоматического поворота и несколькими режимами подсветки, поэтому можно читать при любом уровне освещенности. Встроенной памяти здесь 32 гигабайта. Такого объема хватит надолго, несмотря на то, что пару гигабайт по умолчанию занимают операционная система и встроенные приложения. Поддержка карт памяти здесь отсутствует, поэтому расширить объем памяти не получится. Эта читалка работает от аккумулятора на 1500 мАч. Ну а так как Android, цветной экран и встроенные приложения требуют больше энергии, то с автономностью у этой модели дела обстоят хуже. А это значит, что вас ждет примерно 14 часов непрерывного чтения. Ну а вот производительность этого устройства радует. Частота центрального процессора здесь 2000 МГц, объем оперативной памяти 2 гигабайта. И этого достаточно не только для чтения обычных книг, но и комиксов. Из особенностей в ней есть модуль Wi-Fi и Bluetooth. Она работает на операционной системе Android, благодаря чему можно загружать приложение книги из встроенного магазина. Это была последняя модель из нашего рейтинга. Если этот обзор был для вас полезным, делитесь им со своими друзьями и ставьте лайк. Возможно, таким образом вы поможете кому-нибудь выбрать электронную книгу. Также пишите в комментариях, какую электронной книгой пользуетесь вы и какую считаете лучшей. Нам будет интересно узнать ваше мнение. Ну и еще раз напомню, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok